Шоу с толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Боевые искусства — это уникальное направление самозащиты с многовековой историей. Кстати, говорят, что они развивают человека не только физически, но и духовно. Так ли это? Сегодня и разберёмся в шоу с толком. Но прежде чем начать, дорогие слушатели, я предлагаю вам подписаться на группу программы шоу с толком в соцсети ВКонтакте, оставлять комментарии под анонсом передач, заходить на YouTube-канал шоу с толком и высказываться там под видео на тему сегодняшней передачи. Ссылки ищите на сайте radiusfm.by. Меня зовут Роман Савосик, и сегодня в шоу с толком подробно поговорим о том, как работают психологи с представителями боевых искусств, с какими проблемами к ним обращаются, какие возрастные группы проще в психологическом плане, и чем вообще в достижении результатов могут помочь спортивные психологи. Ответит на все эти вопросы тренер по карате Марина Макаронок. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам вообще для начала про свой путь вот в карате и боевых искусствах. Он начался довольно поздно. Я пришла в 14 лет. Это был 2004 год. Но это было осознанное решение. То есть не за ручку родители привели, а вы сами такая. Да, это было самостоятельно. Хочу уметь драться. Да, я была достаточно маленького роста, худенькая. У меня еще мама была учительницей, и в те времена это как-то было не сильно престижно. Вот. И хотелось себя защищать. Еще как раз было на пике все эти Джеки Чаны. Все мы смотрели. Ипман. Хотелось драться, уметь себя защищать. Вот. Вот. И пришла, мне понравилось. И по сей день я там и осталась. Вот давайте тогда перенесемся уже из вашего подросткового возраста в данный момент. И более подробно узнаем, вот что в данный момент, чем вы непосредственно заняты. Я закончила выступать в декабре прошлого года. Угу. Вот. Сейчас я тренирую детей. Ну, я этим занималась еще с 16 лет. У нас была должность спортсмен-инструктор. Угу. У меня уже большой опыт. Угу. Вот. Потом я захотела отучиться еще на спортивного психолога. А. Отучилась. Это очень мне помогает и в работе. И понять, как я выступала, где были мои ошибки. Вот. То есть появился еще, знаете, такой момент саморефлексии, что вы вот как будто бы отзанимались уже каратэ, боем искусственным, много-много. А тут у вас появилась еще какая-то дополнительная такая активность. И вы ее, получается, как бы, ну, что ли, с помощью нее проанализировали весь свой прошлый опыт. Да. И жаль, что у меня не было спортивного психолога. В свое время. Не хватало. Очень. Ну, давайте все-таки конкретизируем. В данный момент, вот вы упомянули, что занимаетесь с детьми. Это имеется в виду именно как тренер по каратэ. Каратэ, да. А касательно спортивной психологии? Я занимаюсь индивидуально. Ну, в основном с каратистами. Угу. Есть еще ребята-тяжелый атлет. А вот такой вопрос уточняющий. Мне вот, чтобы быть спортивным психологом, я, по сути, могу быть просто спортсменом, и в какой-то момент такой, ну, я, может, еще и психолог буду. Нет. Это нужно отучиться, получить диплом. Специальное образование. А где его, собственно, получить? В университете. Ну, это может быть как просто высшее опять пойти отучиться. Но так как высшее образование у меня уже было, то это было как переподготовка. Два года надо было отучиться. Хорошо. Давайте тогда подробнее перейдем к спортивной психологии. В чем вообще ваши основные обязанности заключаются? Ну, для меня это сначала объяснить спортсмену, что с ним происходит. Потому что, как бы долго мы ни выступали, все равно мы не понимаем, что психологически с нами происходит, что это нормально. Что такое лихорадка, что такое апатия, что на соревнованиях, что за тревога у тебя происходит. Потом научиться с этим справляться. Самопомощь, самое главное, что не тренер, не кто-то там тебе поможет. Это чтобы ты сам это отследил и сам мог себе помочь. Потом, конечно, готов ли ты к соревнованиям или не готов. Волевые усилия, внимание. То есть создать психологически устойчивого спортсмена, готового в экстремальных ситуациях показать максимум своих возможностей. Вот такой момент хотел уточнить. Смотрите, вы говорите вот про очень много, я так понимаю, важных факторов именно в спорте. Но к ним обязательно подходить именно индивидуально? Либо же можно, например, с несколькими спортсменами? Если они, например, на одних соревнованиях участвуют вместе, готовятся, например, у одного тренера, возможно ли проблему прорабатывать единовременно с несколькими спортсменами? Смотрите, может быть, в группе вы можете рассказать, как лекцию провести, о том, что происходит, как с этим бороться. Но мы все разные. Есть люди уже психологически устойчивые, да, есть более эмоциональные, есть, наоборот, апатичные. И это все индивидуальный подход. У каждого свои, можно сказать, тараканы в голове, у каждого свои причины, по которым он переживает. Поэтому одному может подойти аутогенная тренировка, а к другому нужна релаксация перед выступлением. То есть тут все индивидуально, поэтому лучше подходить к этому. Так, а можно мне как человеку, немного далекому от темопсихологии, аутогенная, я надеюсь, правильно произношу, автогенная? Да, аутогенная. Ну, мыслительная, мыслительная тренировка. А чем она отличается от второй, релаксирующей? Аутогенная, это, ну, в основном ты представляешь, что ты будешь делать, да, тактику, технику, как ты будешь устраивать, чувствуешь это даже телом, но мысленно. А релаксирующая, это когда ты, наоборот, например, ложишься на пол, да, закрываешь глаза, может быть, под музыку, под какие-то слова, ты пытаешься успокоить себя. Ну, то есть, если человек, например, да, есть стадии разные, есть апатия, есть лихорадка, есть боевая готовность, и они идут, обычно, боевая готовность, потом идёт лихорадка и завершает всё апатия. И вот, когда ты в боевой готовности, да, то всё хорошо, тебе, ты уже себя подготовил, ничего не нужно. Если начинается лихорадка, то это учащение пульса, да, то есть это мы не только психологически чувствуем, но ещё и физически. И спортсмену тогда нужно успокоиться, да, восстановить своё дыхание, восстановить пульс, потому что если это не восстановить, то это будет не только на психологическом уровне, но и на физическом. То есть поступление кислорода ухудшается, да, ты уже плохо ощущаешь своё тело, ну, естественно, это может плохо отразиться на твоём выступлении, поэтому тебе нужно успокоиться. А если начинается апатия, то это наоборот, ты уже ничего не хочешь, ты уже, есть тренера часто упоминают такую фразу, перегорел. То есть ты уже хочешь, ты не выдержал этого эмоциональных этих качелей, да, и ты хочешь уже всё это бросить, поскорее бы закончилось, ты уже ничего не хочешь выступать не хочешь, бороться не хочешь, просто закончите всё. Тогда тебе нужно, наоборот, взбодрить. Да, вот в этом и разница, что все мы разные. А вот эти все этапы, они проходят непосредственно в момент соревнований? Да, и у всех по-разному, то есть у кого-то это может проходить, да, там, часами, да, у кого-то это может, кто-то может пережить это, там, за 10 минут, все эти этапы. То есть такой огромный спектр эмоций, вот моментально можно валиться на спортсмен. Конечно, это огромное, ну, это соревнования, ты постоянно сравниваешься с другими, конкуренция, особенно в единоборствах, они чем отличаются, да, от другого спорта? Есть условный страх, да, а есть реальный. И то есть если в других спортах у тебя противник условный, то есть тебе надо что-то сделать, и он что-то сделает, и кто лучше. А здесь, извините меня, да, здесь один на один, и он тебя хочет ударить, и он тебя будет бить. То есть это уже реальная, потенциальная угроза. Значит, тревога, да, все это увеличивается максимально. Хорошо, еще давайте на секунду вернемся буквально к спортивной психологии, вашим обязанностям. Еще хотел уточнить, может ли, вот вы, как спортивный психолог, давайте на вашем примере, можете ли вы работать с спортсменами разных видов спорта? Либо же есть какая-то специализация в этом? Нет, конечно, можно с разными. Хорошо, и давайте тогда еще уточнем. Касательно возрастных групп. Вот вы уже вначале упоминали, что работаете с детьми, но спортивный психолог, он же может работать, и получается, с детьми, и с взрослыми, если есть и... если и нет особой разницы с видом спорта? Да, конечно. Но есть ли какие-то различия, вот, возможно, в подходе к детям, к взрослым? Различия есть в подходе, какой человек, какой характер, какие у него проблемы, да, какая мотивация, какие желания. В принципе, я для себя не вижу, да, большой разницы, допустим, в детях и взрослых. Есть очень умные дети, да, с очень устойчивой психикой, и ты иногда поражаешься им. А есть взрослые, да, которые могут потеряться, и особенно если это спорт высших уже достижений, то там уже ответственность совершенно другая, да, на человека все смотрят, он боится ошибиться, стыдно плохо выступить, то есть ему сложнее, но он взрослый, поэтому тут все зависит больше от человека, от его характера. Сложнее всего с тренерами. А почему? Ну, сейчас это, может быть, не сильно развито, они все считают, что нужно просто больше тренироваться. Но, как показывает практика, больше тренируется, еще больше, еще больше, а проблема иногда остается. Еще, вот, знаете, хочу прям для полной картинки визуализировать в голове вот ваш подход индивидуальный. Давайте разбирать к спортсмену. Он как-то заранее распланирован, что вы будете спрашивать, какую тему обсуждать, либо же вы просто спрашиваете вот у спортсмена, ну, какие проблемы? Как вот, по сути, этот прием, не знаю, если может так выражаться, как он проходит? Нет, ну, конечно, нет, есть спортсмены, которые уже приходят с какой-то целью, да, то есть он приходит и говорит, вот я там проигрываю, потому ты... Хочу выигрывать. Хочу выигрывать, да, и ты начинаешь спрашивать, спрашивать про соревнования, как что было, как он настраивается, искать какие-то моменты, задавать вопросы. Есть, когда вот в группу, когда тренер там просит, тогда, да, ты проводишь сначала аналитику, задаешь, ну, например, анкету, записываешь, даешь вопросы, потом анализируешь, кого-то уже выбираешь на индивидуальные, и уже расспрашиваешь какие-то конкретные вопросы. Что ж, хорошо, друзья, на этом моменте вот как раз-таки про вопросы пока и закончим, а хочу напомнить, что на студии тренер по карате Марина Макаронок. Запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiusfm.by. А чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир и задать интересующие вопросы гостям шоу с толком, подписывайтесь на группу проекта в социальной сети ВКонтакте. А пока предлагаю сделать небольшой перерыв, и продолжим мы всего через пару минут. Ты слушаешь шоу с толком на radiusfm. Только интересные собеседники и актуальные темы. В студии radiusfm Роман Савосик и мы продолжаем обсуждать спортивную психологию в боевых искусствах с тренером по карате Мариной Макаронок. Марина, хотел еще вот с вами поговорить про, опять же таки, разницу в спортсменах и вот на такую тему, как пол. Пол спортсмена отличается в подходе к нему спортивного психолога либо же не особо? Такой сложный вопрос. С одной стороны, вообще нет. То есть, как я уже говорила, все зависит больше от характера. Но, наверное, девушки в спорте, они больше эмоциональны, но при этом они больше готовы идти на разговор, больше в себе копаться. Это вообще, наверное, такая женская черта, анализировать, что-то искать. А мужчины как-то более закрываются, им как-то, может быть, неловко или стыдно признать свою какую-то слабость. Хотя, как мы знаем, сила в слабости, да? Признав свои проблемы, можно их решить и превратить в силу. Но, наверное, только в этом есть различия, а так нет. Ну, давайте, может, тогда подробнее чуть пройдемся именно про проблемы, поговорим. Вот с чем вам чаще всего приходят спортсмены? Ну, обычно никто не приходит заранее, да, чтобы его научили успокаиваться, как-то решать вопросы с тревогой. Все приходят, когда спортсмен уже, если это взрослые, это высокого уровня, если дети, то это тоже уже спортсмены, которые уже выступают, уже спортсмены. и приходят с тем, что они тренируются, 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 а что-то не получается. Или они хорошо-хорошо выступали и тут раз и начинают проигрывать тем, кому обычно выигрывали. То есть у них возникает проблема в голове, какой-то тупик, который они не могут пройти, и они, сначала им кажется, что им надо больше тренироваться, они еще больше тренируются, но результата нет, и тогда они приходят, чтобы им помогли и нашли, в чем причина. Ну и от того, что нет уверенности часто или теряется уверенность в себе, особенно если вот с проигрышей, потому что один проигрыш это ничего, а когда это один за одним, человек начинает больше задумываться, больше переживать, и этот опыт негативный переносит на следующие соревнования, то есть не может от него отказаться. Вот с такими. Хорошо, вот смотрите, вы сказали в самом начале, что приходят часто спортсмены в возрасте, которые уже много тренировались, много выступали, и очень часто приходят дети, то есть, ну, по сути, разница огромная, уже как минимум в опытности спортсмена, но может ли тогда такое быть, что вот спортсмену прям всю его карьеру и не понадобится спортивный психолог? Он будет выступать как хочет, выступает, выступает, и все супер. Да, во-первых, есть уже люди с устойчивой психикой, и они легче справляются со своей тревогой. Потом, естественно, большой опыт соревнований, то есть, ты постоянно экспериментируешь, здесь ты размялся более интенсивно, здесь спокойней, здесь под такую музыку, то есть, спортсмены, они все равно любят ритуалы, да, и когда они находят свой, который приводит к победе, они постоянно его повторяют, 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 вот, ну, как смешно говорят, да, что там хоккеисты не бреются, кто-то еще что-то, то есть, такие люди, верующие в какие-то символы, поэтому, да, может не понадобиться вполне. А бывало ли у вас такое, что, вот, не знаю, возрастной спортсмен пришел, а у него, знаете, как эффект накопления какого-то сработал, что вот он, условно, уже там лет 15 выступает, никогда не обращался, и вот тут бах, и вот спустя там 15 лет профессиональной карьеры у него начали влазить, чуть ли не проблемы, которые там еще в юношеском возрасте образовались. Да, часто бывает вообще проблема оказывается не в спорте, а, например, в отце, в родителях, которые много требовали, которым хочется что-то доказать. И это перерастает уже на спортивную карьеру. конечно, потому что ты хочешь что-то доказать, а это сразу мешает тебе быть здесь и сейчас и фокусироваться на бой. Ты уже думаешь о том, что если ты там выиграешь, то ты будешь любимым отцом, а если проиграешь, да, тебя накажут. Это очень, ну, это проблема из детства. Хорошо, а вот если на разных проблемах, грубо говоря, разбирать, это обычно с вашей стороны вот их, не знаю, лечение, выздоровление, правильно, вот эти слова употреблять, либо же профилактика, не знаю, что-то более подходящее. Ну, если профилактика, то это вот когда, например, в группе или динамик, когда ты рассказываешь, да, что ты чувствуешь, как с тревогой справиться, с переживаниями, тогда вот это профилактика. То есть спортсмен, идущий на соревнования, он знает, что я сейчас буду переживать, я буду нервничать, будет происходить вот это, вот это, я могу сделать так-то. Это профилактика. А когда уже приходит с проблемой, то это как терапия, можно сказать, как с психологом, как вы обращаетесь к психологу, только к спортивному, который еще понимает и учитывает тот факт, что вы все время находитесь в большом стрессе, в экстремальных условиях. Хорошо, давайте тогда вот про терапию. С вашей стороны, это терапия. Если у людей разные проблемы, она сильно отличается между собой, либо обычно это вот похожий план? Нет, это всегда индивидуально. Ну и хорошо, давайте тогда напоследок хочу вас уточнить такой, может, немного даже философский вопрос. Вообще, боевые искусства, вот все про то, что мы сегодня разговаривали, это вот именно про то, чтобы просто уметь в повседневной жизни кулаками махать и вот на ринге, либо же какой-то более духовный смысл в этом все может нестись? Для меня есть духовный смысл, то есть спортсмен, чемпион, единоборец, это всегда воин, он должен обладать высокими моральными ценностями, защищать, не обижать, и когда ты приходишь, допустим, на карате, раньше очень часто заставляли, можно так сказать, заучивать фразу, я пришел в додзё, постичь искусство, владеть собой, научиться защищать слабых и себя, но тут все зависит от тренера, то, что он в себя вкладывает, это как в фильмах про героев, есть добрые и злые, так и тут есть... Чем больше сила, тем больше ответственность. Да, то есть есть, кто это понимает и несет эти ценности, есть для кого это просто помахать руками, но для меня это не сила. Что ж, хорошо, друзья, на этом моменте хочу напомнить, что на студии сегодня была тренер по карате и спортивный психолог Марина Макаронок. Спасибо, Марина, что пришли к нам и поделились своим опытом. Запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiusfm.by. А чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир, предложить свою тему, задать вопросы нашим гостям и обсудить все услышанное, подписывайся на группу проекта Шоу с Толком в социальной сети ВКонтакте. Меня зовут Роман Савосик, хорошего вечера. Шоу с Толком на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.